Я приехал из России в творческий отпуск, я взял академический отпуск в своем университете в Петербурге, я географ-аспирант и в то же время работаю картографом в одной известной IT-компании. Извините, первый раз здесь, да? Да, я первый раз и, если честно, я никогда не думал, что я так полюблю страну с первого взгляда. Тут очень добрые люди, без исключения таксистов в аэропорту, и то не всех. Тут очень добрая полиция, которая мне помогла решить проблемы с таксистом, и я вернул 10 тысяч драм, которые мне нужны. Спасибо большое, оперуполномоченный. А что случилось? Можете говорить? Да, конечно, это все есть. У меня была такая ситуация, что я приехал 12 марта утром на рейсе из Минеральных Вод, поскольку именно эта авиакомпания на Суперджетах, знаете. Вот, и получилось так, что я был в стрессовой ситуации, моя мама позвонила мне уже в аэропорту, и она не поддержала мое решение об отъезде, и я очень волновался. И из-за этого я доверился первому встречному таксисту, потому что мне показалось, что тут такой хороший вход в Армению, все так хорошо, и сразу чувствуешься доброту. Я доверился первый раз человеку, я не помню его имени, но в полиции знают, о ком я говорю. И получается, он вместе с какой-то русскоязычной семьей спросил у меня, есть ли у меня карта. Я подумал, что географическая карта в смысле навигации, и как бы сказал, что да, да, у меня есть карта, я могу вам показать дорогу, если что. В итоге потом, в итоге потом он изменил свое мнение, свое условие, он сказал, что нужно просто заплатить за бензин. И это было на... и мы остановились на заправке оранжево-красной на полпути на Ереване, и так получилось, что люди там даже не могли мне раздать личный Wi-Fi с телефонов. Хотя я знаю, что есть такая возможность у всех. И получается, что меня хотели, чтобы я оплатил прямо там, а у меня российские карточки, у меня были физические карты только Мастеркарда, которые не работали, где были деньги. Но не было денег на той карте Мир, которая у меня была. Я срочно просил друзей, чтобы мне прислали деньги из России, мне помогли. Но карта не проходила, не проходила плата через Мир. В итоге меня торопили русские, вот эти вот семья с двумя детьми. Я не знаю, как они связаны с ним или нет, не могу знать. Но было очень тревожно. И потом мы опустили семью на около площади республики, вот с этими розовыми, очень красивой вот площадь, с розовым мрамором. Это вот прям... И мы ездили с таксистом от банкомата к банкомату для того, чтобы снять деньги. Чтобы оплатить 10 тысяч драм. И я не знал курса. Я уезжал из России, потому что мне страшно, из-за специальной военной операции. Да, это понятно. Вот. И поскольку у меня родственники на Украине и родственники в России, это очень тяжело. И когда в этой стрессовой ситуации я оплатил вот эти 10 тысяч драм, мне стало легче. Но когда я понял, что это был обман, когда я понял за неделю, что тут очень много добрых людей, и... 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 извините, мне нужно показать это. И мне подарили это в книжном магазине. Я не знаю, как это читается по... По-армянски, да? По-армянски, да? Игорин Мессио Мананитц. Мананитц. Игорин Мананитц. А что это? Мананитц. Это от Манана. А Манана это... А, Манана. Все. Так зовут продавщицу в... Менеджера в... Менеджерку в... Книжном магазине нас, Станиславского. Вот. И я думаю, что очень здорово начать учить армянский язык. Я уже начинаю это делать. Извините, я хотела... Извините, пожалуйста, за столь... Таксистов. За столь эмоциональный диалог. Просто это завершает эту неделю в Ереване довольно хорошей рефлексией. Таксист... Смотрите, с таксистом проблема была решена в полицейском участке. Мне помогали очень много людей. Таксистов добрых, которые мне уже приходят на помощь в поиске жилья. А ваши деньги, да. Смотрите, мы... У нас была очная ставка в участке. И он сначала не говорил... Говорил, что он меня не признает. Потом я надел свой... Вот это вот... Кот. Я забыл как по-русски. Извините. Куртку, да. Плащ. Плащ. И... У нас была очная ставка. И мы обменялись. Он мне дал 10 тысяч драм, я тысячу драм. Но я надеюсь, что как бы этой ситуации, то, что этим могут заинтересоваться СМИ, поднимет вопрос о нечестных таксистах, которые обманывают россиян, добрых, умных россиян, которые приезжают сюда спастись от несвободы, которая сейчас есть на территории Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова